На этом видео поджог гаубиц в учебном центре Минобороны на рев 7 мая в Петергофе на Ботанической улице 31. Как и многие подобные происшествия, это событие было скрыто властями. Не удалось снять, как загорелось само орудие, так как прибежала охрана. Но подобные случаи и поджоги военкоматов происходят в России почти ежедневно. Народ России дает законный ответ в военной диктатуре Путина. Эти простые правила помогут вам остаться незамеченными после ваших акций. Диктатура понимает только язык силы. Есть смысл говорить с ними на одном языке. По ночам атакуйте военкоматы или уничтожайте транспортные средства полиции и армии. Особенно грузовики, автобусы, автозаки. Все, что может быть использовано для перевозки личного состава при мобилизации. Не атакуйте личный состав армии и полиции. Пока они не пересекли законные границы Украины, они не являются нарушителями и целями. Коктейли молотого делаются очень легко. Стеклянная бутылка на три четверти заполняется бензином, куда в пропорции одной пятой доливается машинное масло. Можно добавить тертый пенопласт, растворенный в растворителе. В бутылку, как фитиль, вставляется хлопчатая тряпка, пропитанная горючим веществом. Так, чтобы тряпка доставала смеси бензина. Сотрите с бутылки отпечатки пальцев и действуйте в перчатках. Отправляйте видео ваших акций в украинские и оппозиционные телеграм-каналы и соцсети. Важно, с собой берите только свежий телефон, которым не пользовались, купленный за наличку на скупке, и сим-карту с левыми паспортными данными. Такого можно купить в любом городе. Избегайте камер видеонаблюдения. Заранее изучите маршрут. При подходе и отступлении вы должны найти большую слепую зону без камер, где затеряться от видеонаблюдения. Можете использовать трюк с переодеванием. Эти меры обезопасат вас на 100%. Война, затеянная Путинем, для поднятия своего рейтика закончится поражением России. У него остался только один выход – завалить фронт пушечным насом русских солдат. Мобилизация уже идет, но пока скрытно и без объявления. Россияне, хватит сидеть на диванах и ссать в штаны. Лучшее, что вас ждет в течение уже этого года – голод и унижение. Уже совсем скоро вы можете оказаться в одном из акупов. Без ноги или руки. Вполне возможно, Путин попытается развязать ядерную войну. Он и его соратники, их жены и любовницы спрячутся в надежных бункерах. А вы заплатите своими жизнями за их амбиции и золотые монетазы. Начинайте действовать сейчас, потом может быть поздно. Это не экстремизм. Это законное право народа дать ответ дикнатуре и остановить преступную войну. Офицеры, полиции и армии, пока вы не стали военными преступниками, переходите на сторону народа. Путин обманулся сам и наебал всех вас. Украина хочет быть свободна и независима. Террористы, бандеровцы – грандиозный обман. Сотни миллиардов потрачены на эту коварную ложь. Тысячи купленных экспертов и журналистов. Миллионы фейковых комментариев в соцсетях за войну. Бездна поддельных видео с актерами вместо жителей Донбасса. Остановить преступную войну можем только мы, мама Украине. Живи Беларусь! Россия будет свободна!